О пищу стоит, а Сургут уже плывет. С приходом потеплений во многих дворах образовались лужи, перебраться через которые удается с трудом. В Жилстройнадзоре югуре объяснили, что это логичное продолжение снежной проблемы. По словам специалистов, реки разливаются у тех домов, чьи управляющие компании зимой не очень ответственно подошли к уборке сугробов. За весь зимний период и начало весны в Жилстройнадзор поступили сотни жалоб на коммунальщиков. Проблема, с которой мы сейчас будем вынуждены столкнуться из-за невывоза снега, это подтопление предновых территорий и общественных пространств. Дошло до того, что я управляющим компаниям сказал, если вы не можете вывозить снег, заказывайте откачку воды. Потому что люди сейчас будут вынуждены либо выходить в калошах, либо мочить обувь. Это новый шквал негатива в первую очередь на управляющие организации. С такой проблемой столкнулись жители дома номер 4 на Тюменском тракте, что в районе Ауры. В их дворе находится детский сад «Волчок» и начальный блок школы номер 9. Поэтому с приходом потепления, когда на месте тротуаров и проезжей части образовалась огромная лужа, со сложностями столкнулись не только жители ближайших домов, но и родители с детьми, чей путь пролегает через этот двор. Как рассказывают жильцы, дело в том, что ливневая система замерзла, поэтому не в состоянии принимать воду. В этом году, в зимний период, складирование снега, снежных масс, было выполнено на ливневой канализации люки. Сегодня здесь грохнулось людей, наверное, 10, может 15. Это только за 5 минут. Это пока я стоял, смотрел на это все дело. Сегодня сын шел в первый класс, вот здесь вот шел и упал. Шел тихонечко, а там вот так яма и налить огромный. Ну, туда прям все, вот всем, что был, вот весь мокрый, весь домой прибежал, плачет. Мы тут тонем, да, у меня ребенок в школу ходит, она приходит полностью мокрая, вот прям вот посюды она пришла полностью мокрая. У меня четверо детей в саде ходить вообще тут нереально. Этой зимой там максимум раза 4, наверное, чистили, и то, если это называть, что чистили, потому что по факту вот был гололед, просто прогладили, и здесь вода стоит, не уходит, потому что, ну, куда здесь уходить, если здесь глыба снега. Каждый второй получает какую-то травму, потому что они что здесь падают, сегодня утром сколько человек здесь падал. Вон там сегодня три мамочки с детьми, три мамочки с детьми на руках, ну это куда?